Анастасия Криво Корректор А.Кулакова Как известно, медицина — очень богатое поле для предрассудков. Сейчас в нашей стране, мне кажется, стало особой модой, даже такой отдельный спорт, развенчивать всевозможные мифы, рассказывать о несуществующих диагнозах или неэффективных лекарствах. И меня просили не посвящать выступление этому, потому что это, конечно, было бы очень весело. И интересно, и совсем просто. Будет не об этом, но все-таки я не удержусь от одной истории, которая мне очень нравится. Западные коллеги, наверное, не очень поймут, но вы знаете, это прекрасное лекарство, валидол. Многие из вас знали, что на самом деле это просто ментол. Я знаю людей, которые после этой новости просто... Их жизнь перевернулась. Круче только то, что реакцию манту можно мочить. Моя задача — рассказать вам немножко каких-то штук из своей работы, из двух своих ипостасей. Я работаю педиатром. Это такой детский врач, если кто-то не знает. Обычный детский врач, ничего особенного. И преподавателем, как Владимир представил меня, педагог. Чуть-чуть расшифрую. Я занимаюсь очень интересной областью. Я обучаю врачей тому, как эффективно общаться с пациентами. Поэтому вся моя профессиональная жизнь — это общение с родителями детей и с врачами. И, казалось бы, это очень разные люди, но на самом деле они удивительно похожи в чем-то. Это на самом деле очень забавно. Работа педиатра, как, наверное, вы можете себе представить, в большой степени просветительская. Любой врач, который не делает руками, а в основном консультирует людей, видит своей задачей какое-то знание, которое у него есть, о том, как сохранять здоровье, транслировать тем людям, пациентам, у которых этого знания нет. И вот тут полезно остановиться на том, что такое знание в медицинской практике. Хочется верить, что под знанием мы понимаем какие-то крепкие, четко доказанные факты. На самом деле их не так много, как хотелось бы. Совсем не так много, как нам хотелось бы, как вам, как нашим пациентам кажется. Фактов в медицине по-прежнему немного. И очень много в нашей практике строится на догадках, обобщениях, каких-то идеях. И важная работа врача — это среди всех этих идей и мыслей, порой диаметрально противоположных, находить, откапывать и ограничивать факты, отделив их от всего остального. А поскольку эти факты со временем, их становится все больше и больше, конечно, очень часто наша работа похожа на такое хождение по кругу. И часто бабушки и дедушки моих пациентов говорят, странно, рекомендации раньше были совсем противоположные, теперь они такие, скоро, наверное, они опять вернутся к той же противоположности. Действительно, есть много таких тем, можно ли младенцам спать на животе, или нет, боже мой, это опасно, они от этого умирают, или детям обязательно нужно много солнца, или нет, боже мой, ни в коем случае надо их от солнца прятать. Много подобных историй. Вот есть одна история, которая недавно попалась мне в интернете, связанная с грудным скармливанием младенцев и такой инициативой, которая называется «Больница доброжелательная к ребенку». Сейчас расскажу, что это такое. В 1991 году Всемирная организация здравоохранения устроила такую большую глобальную кампанию по поддержке грудного скармливания. Появилась масса доказательств того, что если младенцев кормить только грудным молоком, это улучшает выживаемость. Действительно, у них меньше риск инфекций и кишечных, и связанных с дыхательной системой. И стало ясно, что надо как-то эти преимущества грудного скармливания против искусственного, то есть скармливания специальными смесями, нужно как-то воплощать в жизнь. До сих пор появляется все больше и больше исследований, доказывающих, что грудное молоко – это самая полезная еда для младенцев. В общем, здесь сомнений нет. В чем заключалась инициатива? Больницы должны были следовать определенным рекомендациям, были расписаны 10 шагов. Если больница выполняла их, она получала статус. Больница доброжелательная к ребенку, и след за этим какие-то привилегии, какие-то конкурентные преимущества. В частности, среди прочего, больницы должны были не давать младенцам никогда никакого питания или питья, кроме грудного молока. Совсем исключить даже закупки. По-моему, не закупки, а наоборот, бесплатные распространяемые смеси они не должны были принимать. Практиковать совместное пребывание, разрешить матерям постоянно находиться с младенцами и не давать никогда пустышек или сосок, чтобы они не отвлекались, чтобы они сосали только материнскую грудь. И в общем-то, в России не очень много больниц, которые имеют этот статус. Мы пока что еще в другой крайности находимся. Но все равно мы, педиатры, уже 15 лет живем с этой мыслью, что надо поддерживать грудное вскармливание именно такими примерно способами. И так консультируем беременных женщин, которые приходят нам на то, что мы называем дородовые консультации. И вот, несколько недель назад мне попалась такая статья в одном американском блоге. Врач-акушер-гинеколог пишет о том, что помогите, помогите, давайте вместе что-то делать. Больница доброжелательная к ребенку на самом деле убивает младенцев, мы должны это остановить. Шокирующая совершенно фраза. Что оказалось? Что в своих наблюдениях этот врач замечает все больше и больше негативных последствий внедрения этой инициативы. То есть она пишет о переломах черепа у младенцев, упавших с койки, на которой они находились рядом с мамой. О младенцах, у которых обезвоживание или недостаточный вес, потому что их вовремя не покормили. О женщинах, которые в депрессии, потому что им навязывается грудное вскармливание, а они, может быть, не хотят, не могут или что-то еще. И при этом, утверждает она, эта странная ситуация, убрали даже палаты для нахождения младенцев, убрали все смеси и соски, куча консультантов по грудному вскармливанию, все настаивают на этом грудном вскармливании, некоторые люди от этого страдают, при том, что разумное использование смеси в первые дни жизни не уменьшает вероятность того, что грудное вскармливание состоится. Ну, в общем, вы видите на слайде, условно говоря, все эти меры по поддержке грудного вскармливания не обязательно являются эффективными. И плюс польза грудного вскармливания для развитых стран на самом деле невелика. Вот мы в России не наблюдаем, конечно, пока таких сложностей с тем, чтобы младенцы прямо вред какой-то получали из-за этого, но тем не менее мы все равно видим проблему, которую отчасти создали сами. Мы видим женщин, которые отказываются лечиться, потому что тогда им нужно заканчивать грудное вскармливание. Они не принимают те лекарства, которые им нужны. Мы видим женщин, которые приходят к нам и говорят, я хотела бы закончить, я ужасная мать, правда, если я не хочу кормить грудью. То есть давление, оно налицо. Удивительно просто, насколько мы, профессиональное сообщество, может из, казалось бы, научных фактов создать монстра, с которым потом ему самому приходится справляться. И в итоге получаются такие вот факты. Грудное вскармливание полезно, да. Конкретные действия по его поддержке никто еще не доказал. И уж точно его преимущества не такие, чтобы из-за этого кто-то страдал. И вот то поле, в котором нам приходится консультировать родителей. Представьте, каково это, да? Когда столько разных мам, я не знаю, знаете ли вы, это была замечательная реклама подгузников, пять, по-моему, команд разных мам с разными взглядами на жизнь и с пепеляющими глазами смотрели друг на друга, как вы положили своих детей в коляске, вы просто враги. Приходят к нам самые разные мамы консультироваться. Одна может говорить, я убьюсь, но буду кормить грудью до школы. Другая говорит, да ну какое там, мы нас всех кормили смесью, все вроде бы живы. Обе не совсем правы, но с другой стороны, обе в своем праве каком-то, правда? То есть консультируя их, мы все равно всегда должны отталкиваться от их собственных мыслей, от их ожиданий, от того, что они хотят. Что переводит меня к следующей моей теме, любимой, о том, как вообще мы расспрашиваем пациентов о чем-либо. Вот я уже сказала, что я учу врачей навыкам общения. Это безумно интересное занятие. Мне очень нравится отслеживать, как профессия формирует какие-то представления о том, как эффективно делать то или другое, и порой, оказывается, находит совершенно неэффективные способы. Вот в частности очень классная тема это то, как врачи расспрашивают пациентов. Врачи, которых я учу, и в исследовании тоже это подтверждают, ведут себя все как один, когда к ним приходит пациент. Вот расскажу вам, вы сейчас поймете, о чем речь. Представьте, вы приходите к врачу, у вас есть какая-то проблема, о которой вы хотите рассказать. Вы начинаете, вы успеваете сказать что-то. Немного обычно. И очень быстро в глазах врача, если, конечно, вы их видите, они не уставлены в монитор, появляется интерес или, наоборот, скука, но, по крайней мере, включается какая-то мыслительная деятельность. Правда? Вас уже как будто нету там, у него уже зашевелились мозги. И это шевеление мозгов выливается в огромное количество вопросов, которые начинают на вас сыпаться. Правда? Что, где, когда, за что принимали, к кому ходили, помогло ли, было ли такое в семье и так далее, и так далее. Вы сосредотачиваетесь, надо ответить на эти вопросы. Доктор знает, куда он ведет. Ваш диагноз и лечение зависят, в конце концов, от этого. Поэтому надо послушно отвечать на все эти вопросы. Но теперь представьте, мы все, когда идем к врачу, мы несем какую-то историю. Правда? Вам было что рассказать доктору, даже без всех этих наводящих вопросов. И вот исследования показывают, что если у вас не было возможности то, что вы несли, рассказать, а вы сидите и послушно отвечаете на эти вопросы, то вы чувствуете себя как на допросе. Мне есть что рассказать, но я не могу. Исследования показывают, что тревожность пациентов при таком стиле расспроса повышается. Информации, которую врач получает, меньше. Почему это так происходит? Это происходит потому, что у врача в голове сидят всевозможные чек-листы. Вообще, современная медицина — это эпоха чек-листов. Куча вопросов, на которые ему нужны ответы. Ему не очень интересны вы как личность, ему интересно, как ему прийти к диагнозу, заполнив все вот эти поля, которые надо. Про симптомы ему надо узнать, когда, почему и что. Поэтому он забрасывает вас вопросами. Ошибка заключается в том, что вместо того, чтобы думать, ага, вот та информация, которую мне надо получить, врачи думают, вот те вопросы, которые я должен задать. И почувствуйте разницу. Ведь насколько эффективнее, если мы спрашиваем, задаем открытые вопросы. Доказательства показывают, что открытые вопросы, как то «Расскажите о вашей проблеме», и я послушаю вас пару минут, дают больше информации, больше комфорт пациента, больше доверия и занимают на самом деле меньше времени. На самом деле, это вполне очевидная вещь. Если я хочу узнать у вас, как вы провели отпуск прошлым летом, что будет эффективнее? Внимание. Если я начну, когда вы ездили в отпуск, в каком месяце, какая была авиакомпания, красивая ли была стюардесса, а томатный сок наливали, а все ли говорят по-русски, а действительно ли там безобразные туристы? Окей. Или, если я скажу, расскажите мне, как вы провели отпуск в прошлом летом. И такая очевидная, казалось бы, вещь, врачам абсолютно неочевидна. Так устроено их воспитание, так их учили. Приходится их переучивать. И, честно говоря, им очень нравится. Как только они доверяют и верят, что это можно пробовать, что пациенты не будут два часа заваливать их ненужной информацией, что пациенты уважают их время и на самом деле расскажут только то, что действительно важно, они пользуются этим и очень благодарны. Они говорят, это работает, я это использую и так далее. В общем, как видите, я начала с того, что родители и врачи на самом деле похожие друг на друга люди. Удивительно очередной раз, как профессия формирует ложные представления о том, что эффективно, а что нет. Это все мне очень интересно. Теперь я хочу вернуться к основной теме сегодняшнего ТДХ. И все читали анонс, все знают, о чем это. Мне понравилась вот такая фраза, которая была в анонсе мероприятия. Вечный мотив и движущий механизм ТД распространения идей сам становится объектом исследования. Вот о чем это. Можем ли мы вообще бороться с предрассудками и как? Получается, моя работа, я вам тут так красочно рассказываю, она вся о том, чтобы бороться с предрассудками. Правда? Ну, якобы. И вот нам кажется, что борьба с предрассудками, и вообще весь ТДХ об этом, это вот распространение идей получается. Надо просто дать людям информацию, которых у них нет. Предрассудки они от того, что люди просто не знают. Мы им расскажем, и все сразу нормализуется. Но так ли это на самом деле? Если бы это было так, то почему продолжаются ожесточенные споры вокруг уже доказанных вещей? Да? Почему? На самом деле, все кроется в том, что слово предубеждение таит в себе вот это убеждение. Убеждение — это не всегда когнитивная история. Правда? Мы в чем-то убеждены, не только потому, что мы знаем факты. В убеждениях наших участвует опыт, личные истории, переживания, боль, масса всего. Вот я учу врачей общаться с пациентами. Часто врачи сталкиваются с другой точкой зрения, с необходимостью в чем-то пациентов переубедить. И самая большая ошибка, которую врач может сделать, это начать вам просто тупо давать информацию. Нет, вы не понимаете, на самом деле прививки не вызывают аутизм, это все ерунда. Это вообще неэффективно, потому что люди пришли к вам не потому, что они не знают этого, а потому что у них другая точка зрения. Мы знаем из исследований, что люди не готовы слушать другую точку зрения, если они не почувствовали, что их собственная точка зрения была принята и не обесценена. И вот здесь сейчас я приведу один пример. Петр Мансилья Круз, пригласивший меня сюда, просил меня это сделать. Я долго думала, почему он просил, но, наверное, потому что TEDx — это про идеи, достойные распространения. И мое небольшое признание сегодня заключается в том, что я, например, верю в Бога. И мои научно ориентированные друзья стараются обходить эту тему со мной, потому что мы не находим с ними общего разговора. Когда они борются с таким предрассудком, как им кажется, как вера, христианская вера в частности, они обычно используют какие-то рациональные аргументы, какие-то факты, доказательства, что-то, что меня вообще не убеждает. Мне этот разговор неинтересен. Я начинаю избегать этого разговора тоже. Почему так происходит? Им кажется, что они про меня, про мою веру знают все. Они уже все знают и знают, как с ней надо бороться. Но это не так. И мне кажется, что если бы мы, кроме того, что распространяли идеи и рассказывали друг другу вещи, которые, как нам кажется, другие не знают, а больше бы друг друга слушали, то, может быть, тогда мы бы, во-первых, были более успешны в то, чтобы действительно бороться с предрассудками, потому что люди бы нас слышали тоже в ответ. И, что может быть даже важнее, может быть, мы бы поняли, что не все вещи, которые нам кажутся предрассудками, являются таковыми. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...